В каждом образовательном учреждении итоговые встречи проходят по своему оригинальному сценарию. Во второй школе в уютной обстановке за чаепитием собрались все участники, которых объединил проект «Слава Созидателям» 2017 года. Школьники, созидатели, педагоги, руководители творческих групп. Содержанием видеороликов стали удивительные истории о личном вкладе ветеранов педагогического труда и первостроителей в создание и развитие нашего города. Для второй школы работа в проекте особенно значима. Коллектив отмечает юбилей. В этом году и тоже в декабре месяце наша школа тоже будет отмечать очередной юбилей. Вы все знаете, что нам в этом году в декабре 35 лет. И многими героями сюжета стали наши учителя, ветераны педагогического труда. И мы благодарны вам, что вы рассказали детям о том, как рождалась, как развивалась наша вторая школа. Проект работает уже второй год и вовлекает в производство все больше юных десногорцев. У нас в этом году снято 114 роликов, а с учетом прошлого года их порядка 300. Вы задумайтесь, да? 300 роликов. Это не просто ролики. Это 300 бесед, 300 общений с теми людьми, которые строили этот город, которые его благоустраивали, делали его вот таким красивым, зеленым, как он есть на сегодня. Героями видеороликов стали люди, которые пользуются в нашем городе заслуженным уважением. И они чувствуют ответственность за оказанное им доверие. Я хочу, чтобы жизнь продолжалась. Я хочу, чтобы люди делились опытом. Я хочу, чтобы наши дети созидали. Чтобы не допускали каких-то тех промахов и ошибок, которые есть у нас. Чтобы они учились у нас. Чтобы все были счастливы, чтобы они оправдывали наши надежды. Надежды своих близких, родителей. Для молодого поколения участие в проектах «Росатома» тоже имеет большое значение. От такого строгого человека, такую нежность, любовь к детям. Причем любовь не только к своим, но и к тем, кого она выпустила и учит до сих пор. Конечно, я хочу стать журналистом. Я буду стараться делать все для этого. Я уже подготавливаю свои документы. И, конечно, хочется сказать огромное спасибо тем представителям, которые создают такие конкурсы. В следующем году проект продолжит свою работу.